Царь тропясьничать желает! Даже в постный день царский стол не обошелся бы без уток и поросят. Тельных, разумеется. Да-да, тельные – это не котлетки в форме полумесяца из советских кулинарий. Это скульптуры из рыбного фарша. Тело рыбы, отсюда и название, измельчали до такой степени, чтобы потом слепить нужное хозяйке блюдо. Клали в формы в виде поросят, уток или барашков и жарили во фритюре большим количеством растительного масла. И масло непременно льняного. Подсолнечное для русской кухни – продукт неведомый. Впрочем, растительное масло вообще у наших предков было не в чести. Жарить лук, например, предпочитали на сливочном. Там достаточно большое количество лактозы, которая при обжарке карамелизуется и придает сладкому и так луку еще большую сладость. Традиционное русское блюдо – борщ. Не такое уж и русское, если копнуть глубже в кулинарную историю. У нас этот суп готовили не из свеклы, а из борщевика – тезки современного ядовитого растения. Похлебка получалась серо-зеленая с пикантным кисловатым вкусом. Само блюдо, борщ, оно гораздо старше всех сегодняшних наций, которые претендуют на его первородство. Оно старше и поляков, и прибалтов, и русских, и белорусов, и украинцев. Все эти нации возникли гораздо позже, после того, как, собственно, было, если притяно, это блюдо. Так что чей борщ – точно неизвестно. А вот щида каша – пища действительно наша. Правда, за несколько столетий изменилась до неузнаваемости. Кашу, например, могли есть на завтрак, обед и ужин. Но никому бы и в голову не пришло пожаловаться на однообразие стола. Упоминается каша, например, селедочная или ветчинная. 19 век – это так называемая гурьевская каша. Многие называют ее шедевром русского десерта. То есть каша, сделанная из пенок, которые снимали с молока. Кулинарная метаморфоза случилась и со щами. Современный суп раньше был кислым газированным напитком. И даже когда похлебка превратилась в полноценное горячее блюдо, главным ее ингредиентом было вовсе не мясо, а грибы и соленые огурчики. Заливаем грибной бульон. Небольшое количество нашего привара огуречного. Горшок в таком виде помещается в печь. Знали наши предки толк и в закусках. Перед основным блюдом подавали традиционный фаршмак. Правда, на Руси его предпочитали готовить из телятины и есть горячим. Лидия 1846 года, у нее этот фаршмак подается в калаче. Это практически такой русский фастфуд. И только в бедных семьях, где мясо было большой роскошью, телятину заменили на селедку. А чтобы закуски получалось больше, хозяйки добавляли в рыбный фарш тертые яблоки. С тех пор фаршмак уже не менялся. Таким мы его и знаем. Светлана Буштырева, Юрий Деринговский. Настроение.